Сейчас с нами на связи историк Евгений Панасенков. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Давайте обратимся с вашей помощью к истории, когда у нас в стране были официально отменены телесные наказания. Официально, только перед революцией, но уже в 1863 году плети были исключены из системы телесных наказаний. В исключительных случаях только действовало это для ссыльно-каторжных и поселенцев мужского пола. Раньше применяли и к женщинам тоже, иногда даже к подросткам. А после 1963 плети отменили, оставили что, розги? Нет, оставили плети только для ссыльно-каторжных, а оставили розги для учебных заведений, особенно для духовных. Более того, в так называемых духовных, церковных организациях плети неофициально, незаконно, там, в общем, было отдельное государство в государстве, использовали вплоть до революции и даже в некоторое время уже после революции. Вообще, собственно, плеть изначально, исторически, она вошла в наказание для рабов в Древнем Риме и в Древних Афинах, приблизительно в одно и то же время, еще до нашей эры, и только для рабов. А потом плеть возродилась в Средневековье через церковь, потому что церковь наказывала как своих, так и светских людей за преступления против церкви, да? И постепенно это вошло в судебники и в уголовное право светское, в том числе за небольшие кражи, там, до 20 рублей, если это время эпохи Екатерины. Сильные, многочисленные удары плетью, причем с руки палача, были для бунтовщиков, вот, Пугачевский бунт в том числе. И когда было какое-то тяжкое преступление и, значит, будущий солдат из крепостных был негоден к службе, ясно, что негоден, и его можно было, в общем, запороть до полусмерти и унизить, тогда его тоже били плетьми. И после этого он уже не мог быть солдатом, он, так сказать, становился совершенно маргиналом таким отщепенным. Хотя, собственно, солдаты в Российской империи, они были деклассированы абсолютно, они, значит, уже были не крепостными, но они были совершенно никем. То есть они были вне класса, 25 лет служили, и после этого, если вдруг выживали, то были, собственно, никем, вообще никем. Да, вот, Евгений, вы как раз об этом уже начали говорить, ведь многие сегодня говорят о неком равенстве, которое можно соблюсти, как раз с помощью телесных наказаний, неважно, на каком автомобиле ты едешь, богатый человек ты или бедный, за нарушение, там, публичная порка. Но ведь история нам как раз и напоминает о сословности. Тут же заплатят, кому надо, да, и ничего не будет, вот же в чем дело, и будут пороть опять бедных рабов. Кроме того, значит, ну, поехал пьяный, если он такой идиот, и его хотят выпороть, да, то, может быть, он лучше вытерпит порку, потом опять напьется, опять поедет и кого-нибудь задавит. Поэтому уж лучше отнимать там права, потому что некоторым вообще порка нравится, может быть, он алкоголик, ему уже нечего терять, и вот он ему еще заодно и высекнут, вообще удовольствие будет. Ну, то есть я к тому, что история нам напоминает в этом смысле о сословности, ну, то есть и пароли, и наказывали всегда только представители высших сословий. Да, 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 но высших сословий не наказывали где-то до, если касается России, до Екатерины. Она вот, так сказать, вернее, до Екатерины наказывали, потом она это отменила, и начался такой дворянский золотой век, и они уже не служили, их практически не пороли, и так далее. А до этого Петр лично напорол и бил, и, так сказать, окружение свое, в том числе дворян, аристократов, с большим удовольствием. Понятно. Спасибо. Спасибо за комментарий. Историк Евгений Поносенков с нами был сейчас на связи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!